Каримская церковь Которое лучше всего на русский переводить словом надуваетесь или раздуваетесь, то есть вы раздуваетесь от гордости. И при этом, раздуваясь от гордости сами, они унижают других. В частности, 4 глава указывает на то, что унижению подвергся и сам апостол Павел. Ну, собственно говоря, так и бывает, когда противостоят друг другу несколько групп людей, каждый из которых превозносит своих учителей. А мой круче! А кто вообще такой вот этот? Вот этот он крут, а тот не очень крут. У нас церковь, парадигма, где я несу служение. Мы, на самом деле, пытаемся это пресекать просто в корне, что называется. Но иногда доходят такие вещи. Человек пишет и спрашивает, скажите, а кто будет проповедовать в это воскресенье? Бегичев, Шевкун, Панков или Пожидаев? А за этим вопросом, на самом деле, как потом выясняется, следующее. Вот если там тот-то и тот-то, то я приду. А если вот другой, я не приду. Потому что, допустим, какие-то воскресенья Паша Бегичев проповедует, какие-то воскресенья я проповедую, какие-то воскресенья Юр Пожидаев и так далее. Вот. И, в общем-то, каждому из нас, как поповедникам, есть что сказать. Но мы ни в коем случае не хотим друг с другом конкурировать. А в церкви вот такие тенденции начинаются иногда. И, в общем, в этом плане, наверное, гораздо проще церкви, у которой есть один пастор, у которой вот такого выбора не бывает. Ну и, соответственно, и проблем с этим не бывает. Но коринфяне начали не просто возвышать себя, они начали унижать апостола Павла. Он говорит в 4 главе 13 стихе, «Хулят нас мы молим, мы как ссор для мира, как прах, всеми попираем мы до ныне». Вот как он характеризует свое положение в мире. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Вот вспомните, пожалуйста, о наших с вами отношениях. Наставников много, они разные. Они иногда, может быть, и убедительнее говорят, и красивее, и так далее. Но вспомните о том, что такое отцовство. Говорит он, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Иногда за этот стих зацепляются. Вот что хочет сказать Павел. Неужели он хочет сориентировать их на подражание ему самому, как человеку? Ну, смотрите, в контексте речь идет вот о чем. Павел противопоставляет вот эту тысячу наставников, которым, по большому счету, и дела нет до Каримской церкви. Павел противопоставляет их своему участию в Каримской церкви, как человеку, который знает их, как человеку, который изначально участвовал в их жизни, изначально участвовал в их служении. Это нелегкое письмо. Наверное, ему нелегко это было писать. И нелегко было так же ему, я думаю, это и читать. Для того, вот так я и послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви, говорит он. Вот его отношение с ним. Он говорит, ребята, вспомните, пожалуйста, об этом. И дальше конкретные проблемы. Пятая глава – это проблема распутства, проблема поведения. Но здесь есть некая особенность, есть некая подоплека. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Понятно, что, скорее всего, не свою мать, а вторую жену своего отца, но в данном случае это не важно. И вы, вот важное слово, возгордились. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы из яд был из среды вас, сделавший такое дело. Что происходит? У Каримской церкви, как можно судить, как можно предполагать, была еще одна проблема, корень которой в древнегреческой религии, в язычестве. Дело в том, что в позднем варианте язычества существовало достаточно яркое противопоставление, четкое противопоставление между плотским или телесным и духовным. Вот плоть, вот дух. Христиане, каримские христиане, решили, что они духовные люди, они посвящены Богу. А значит, в своей плоти, в своем теле, они теперь имеют свободу. Они имеют свободу поступать как угодно. Почему? Ну, потому что они все равно, вот на духовном уровне, они с Богом. Бог прощает. И они гордятся тем, насколько свободные они, как христиане. Насколько свободная у них церковь. И они вспоминаются слова одного брата. Он говорит, ой, у нас в церкви такая свобода. Мы сидим на служении, мы не скованные. Мы хотим, я не знаю, танцуем, хотим пляшем. А потом он говорит, и представляешь, у нас на служении, даже во время проповеди, пастор говорит о любви, а люди в зале сидят и обнимаются. Вот свобода. Я говорю, в смысле, муж жену обнимает? Он говорит, да, ну муж жену, друг подругу. То есть, вот пастор говорит, а вот мы просто чувствуем себе полную свободу. Я говорю, подожди, это свобода или это распущенность? Они говорят, ну во Христе же мы свободны. Вот это в более таком мягком проявлении тот же самый коринфский синдром. Когда человек мешает, человек путает свободу и элементарную, самую обыкновенную распущенность. И коринфиане гордятся тем, что у них происходит. Павел говорит, стоп, такого не будет. Следующий стих вызывает споры толкователей. А я, отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общая с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, обратите, пожалуйста, внимание, это длинное предисловие, потому что то, что он скажет дальше, ну, не знаю, если у вас от этого мурашки не бегут, значит, слишком часто это читали. А я представляю себе, что у них-то мурашки побежали. Пятый стих, что сделать? Придать сатане воизмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. И тут мы подходим к очень тяжелому вопросу. Грех, последствия греха и наказание за грех. Павел решил, здесь мы не будем углубляться, потому что взгляды бывают разные, что этот человек будет предан сатане. Очевидно, он духовную силу умеет для того, чтобы это сделать, но не он один, а вся церковь. Он будет предан сатане для измождения плоти, чтобы дух был при этом спасен, сохранен. Смотрите, что получается. По своему преступлению этот человек будет предан сатане. То есть, Бог позволяет сатане до какой-то степени, до какого-то уровня работать, скажем так, в кавычках, работать с этим человеком, истязать этого человека. И это христианин, это христианская церковь. Но в данном случае у Божьего позволения, во-первых, есть определенные границы, то есть, докуда именно, и, во-вторых, есть определенная цель, чтобы, хотя плоти изнемогла, при изнеможении плоти, дух все равно был спасен. А значит, в каких-то ситуациях Бог действительно по разным причинам отводит от нас свою защиту. Позволяет сатане что-то с нами делать. И вот очень часто именно так происходит, когда человек совершает грех. Последствия греха или наказание за грех. Да, конечно, мы спасены. Да, конечно, Иисус ходатайствует за нас. И когда мы пришли ко Христу, когда мы пришли к Иисусу, когда мы покаялись, Бог принимает наше покаяние. Кровью Иисуса Христа мы омыты, ранами его мы исцелились. Но в данном случае речь идет о человеке, который пока не раскаивается. И для того, чтобы привести его к покаянию, Бог дает сатане возможность истязать, даже измучить его тело. Кстати говоря, друзья Иова предполагали именно такой же сценарий, такой же сценарий. Вот ты, наверное, согрешил, поэтому и так далее. Но там сценарий был совершенно другой. Там не Иов, не тем более его друзья, не знали о том небесном споре, который произошел между Богом и сатаной. А вот здесь, в пятой главе первого послания Коринфянам все проще. Можем ли мы, имеем ли мы право предавать сегодня сатане? Не знаю. Это одна из, скорее всего, апостольских прерогатив. Я как-то не слышал обычно в церквях, что мы молились, Господи, предаем этого брата или этого сестра сатане. Это слишком сурово, это слишком серьезно. Но имеет ли Бог право так действовать? Конечно, Бог имеет право. Бывает ли такое? Конечно, такое бывает. Человек, пройдя через мучения, возрастает духовно и, преодолевая грех, идет дальше. Не всегда так бывает. Но часто это бывает именно так. Человек говорит, я хочу попробовать своим путем пойти. Идет. Обламывается. Шишек себе наставляет. Но потом вырастает. Нечем вам хвалиться, говорит Павел. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы... Извините. Чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Приведу вам еще один конкретный пример. Церковь, современная церковь, в ней есть группа прославления, в которой играют молодые люди. И выясняется, известно, что кто-то из группы прославления, либо один, либо больше, уличены в любодеянии. Люди, не будучи мужем и женой, живут как муж и жена. И это известно в церкви. Руководство церкви с ними беседует. Они вроде бы даже каются. Но руководство говорит, а давайте проявим благодать. Пусть они продолжают играть в поклонение, потому что Бог их простил, они прощены. И это еще вариант, может быть, не самый плохой. Самый плохой вариант, когда они играют в поклонении, допустим, они участвуют в служении, про то, что у них происходит, известно всем. Но пасторы церкви, лидеры церкви не имеют в себе смелости их обличить. Они говорят, у нас же свобода. И, в общем-то, даже гордятся тем, насколько в свободе могут позволять такие вещи. Это малая закваска. Смотрите, что происходит дальше. Дальше члены церкви решают, если можно лидерам, то можно и мне. И дальше ты сколько угодно можешь проповедовать о чистоте, оно не сработает. Потому что те действия, которые видят люди, говорят красноречивее любой проповеди. И малая закваска начинает портить все тело Христова. Ну ладно. Без таких экстремальных вещей. Уясняется, что в церкви между лидерами идут склоки, споры, раздоры. И опять-таки церковь смотрит и говорит, ну если лидерам можно, значит можно и нам. Опять начинается все с малой закваски. Портится все тело. Они сколько угодно могут говорить о том, что мы христиане, у нас свобода. Но смысл остается в том же самом. Пятая глава, девятый стих. Как раз указание на то, что до этого было еще одно письмо. Так называемое нулевое послание Коринфянам. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. В каком послании непонятно. Скорее всего в том, не сохранившемся. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Иными словами, если мы не будем общаться с этими людьми, если мы не будем разговаривать с этими людьми, то ну а как? Как нам нужно в монастырь всем уйти? Павел к этому не призывает. Он говорит о тех, кто называет себя христианином. Но ведет себя как мирской человек. А вот эта пятая глава, вы потом дальше ее сможете еще раз перечитать. Шестая глава. Еще одна проблема. Это проблема судебных разбирательств между христианами. Христиане шли в мирской суд. Но проблема не только в том, что они шли в мирской суд. Проблема в том, что суды находились при храмах. Вот это очень часто упускают. Эти стихи используют для того, чтобы показать, что двое христиан, у которых возникли проблемы друг с другом, какие-то серьезные проблемы, не имеют права прийти в суд для решения этих проблем. Например, вопрос собственности. Один человек называет себя христианином, но пытается забрать часть наследства у другого человека. Вот эти наследственные споры, это очень частая песня. И один из них, кто-то из них идет в суд, а церковь начинает осуждать, говорит, ну как же, разве христиане могут судиться? Вот шестая глава первого послания Коринфянам. Давайте разберемся. Во-первых, так называемый институт суда у греков работал обычно при храме. Судьями были язычники. Не просто язычники, а храмовые жрецы. В качестве части этого процесса человек, приходящий в суд, должен был приносить жертвы, реальные жертвы языческим богам. Участвовать в языческом богослужении. Вот в чем была проблема этого суда. То есть, приходя в такой суд, христиане признавали несколько вещей. Во-первых, что они не могут решить проблему между собой. Не могут решить ее сами. Во-вторых, что Бог не может ее решить. В-третьих, что для решения этой проблемы будут использованы язычники, служители идолов. В-четвертых, что он, христианин, готов ради решения этой проблемы участвовать в языческом богослужении, в языческом ритуале. Вот о чем, собственно говоря, здесь шла речь. Именно поэтому апостол Павел напоминает о том, что это недопустимо. для христианина это неприемлемая вещь. Участие в таком судилище, в таком суде. Потому что раньше это было нормально. Раньше мы жили в этом мире. Мы жили во всей этой компании. Сейчас, ну зачем, если есть что-то большее? Зачем обратно возвращаться? Но остается вопрос. Ну а что, если сегодня между христианами возникают споры, которые приходится разрешать в суде? Очевидно, что суд, мирской суд, это последняя инстанция, в которую, собственно, стоит обращаться. Очевидно, что если оба человека, оба участника конфликта христиане, то Бог даст им возможность разрешить конфликт самостоятельно. Теми способами, которые описаны в Священном Писании. Личными беседами, личным разговорами, призванием братьев, лидеров церкви, руководителей церкви. Очевидно, что на это и нужно делать первый упор. К сожалению, сегодня достаточно много случаев, когда люди поступают не так. Я рассказывал эпизоды, их на самом деле все больше и больше. Вплоть до того, что церковь закрывается, потому что денег нет, она разоряется. А против церкви суд, судебный иск выдвигают ее бывшие члены, чтобы церковь вернула им их пожертвования за последние два года. И вот с этим иском идут в обычный суд. Это дико, это противно, это гадко. Пастор проповедует исцеление в церкви, и обещает исцеление. А потом против него выдвигают иск в обычном мирском суде о том, что он дал обещание исцеления, обещал исцеление. А не только исцеление не произошло, а человек стал чувствовать себя хуже, потому что он перестал пить лекарства. То есть ему врач подписал лекарство, пастор говорит, что ты будешь исцелен, ничего тебе не надо. Ему становится еще хуже, исцеление не получают. Человек приходит, против пастора выдвигает иск. И вот пастор должен за это, бывает, отвечать. Тут разные ситуации бывают. И действительно бывают очень неприятные ситуации. С другой стороны, возникают иногда споры, в которых, наверное, вполне можно участвовать. И вполне можно прийти, если другого пути нет, если другого решения этого вопроса нет, можно прийти в мирской суд, поскольку это уже не тот суд, о котором говорил апостол Павел. Но все же первое и главное — сохранение мира между христианами без привлечения людей со стороны. Слушайте, если мы друг с другом договориться не можем, какие же мы христиане, что же мы будем судью еще привлекать, и какое это свидетельство для того мира, в котором мы живем. Седьмая глава очень популярна. По поводу седьмой главы главы можно собраться и сделать библейский разбор. Потому что она начинается с текстовой проблемы. Например, «хорошо человеку быть одному» — это кто говорит? Это Павел говорит или это говорят коринфяне? А о чем вы писали ко мне в русской Библии? То «хорошо человеку быть одному»? Нет, извините, пожалуйста. Это уже все, к обеду время. «Хорошо человеку не касаться женщины» — «хорошо человеку не касаться женщины» — это говорит кто? Это говорит Павел или говорят коринфяне? В русском переводе получается, что это говорит Павел. А во многих других переводах это оформляется как слова коринфян. А вот то, о чем вы мне писали. «Хорошо человеку не касаться женщины» — это их слова, это их цитата. Дальше он углубляется в это. «Но в избежании блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа». Поскольку эта тема затронута, дальше на протяжении всей седьмой главы она и обсуждается. Это отношение между мужем и женой, это внимание мужа к жене, это восприятие мужа и жены, взаимовосприятие друг к другу, их единство, их единение. Эта тема будет звучать неоднократно. Это действие в том случае, если союз брачный распадается. Это ситуация, когда верующий и неверующий. Но смысл в том, что один из супругов уверовал уже после заключения брака, после свадьбы. И если неверующий супруг готов жить, неверующая сторона готова сохранять семью, эта семья будет сохранена. Вообще говоря, все то, о чем говорится в седьмой главе, можно перефразировать очень коротко. Делайте все для того, чтобы сохранить семью. Самая главная задача, в любом случае, это сохранение брака. Не то, как оттуда выбраться, не то, как по закону этого самого брака избежать, а то, как этот брак сохранить. Вот, собственно говоря, главный смысл. Но за неимением времени пойду дальше, а конкретные вопросы по этому поводу вы будете задавать своему пастору. Восьмая глава первого послания Коринфянам, идоложертвенная, вкушение идоложертвенного, основная мысль также достаточно простая, достаточно понятная. Я не буду делать ничего того, ничего такого, что заставить споткнуться моего брата. Я понимаю, что эти идолы ничто, что эти идолы на самом деле только человеческая придумка. Но если это будет в преткновение моему брату, я не буду есть мясо, я откажусь. Потому что мной руководит не желание показаться, или оказаться более духовным, а любовь к брату. Ключевой стих, 13 стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. То есть не потому, что эта пища плоха, но потому, что я люблю своего брата, люблю других христиан. Девятая глава говорит о правах, прерогативах христиан. Она как бы продолжает тему, которая началась раньше, началась еще в восьмой главе. И Павел как бы расширяет этот вопрос, он расширяет применение восьмой главы. Он говорит о том, что ради брата, ради других людей, я готов отказаться от своих прав. Я имею права. Я имею право, в частности, на доход, на пожертвование. Но если, да, я буду пользоваться этим правом, если возможно. Но если надо, я готов от этого права отказаться ради служения. Собственно, как поступал и Христос. Ибо я, если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, говорит он, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Значит, вопрос, опять-таки, в нашей мотивации. Почему мы делаем то, что делаем? Почему мы занимаемся служением? Павел говорит о добровольности и о внутренней мотивации. Не о том, что кто-то меня понуждает, кто-то меня от меня требует. А я не могу иначе. От этого и желание трудиться, и от этого желание трудиться, скажем так, по правилам этого забега, по правилам этого служения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Симон. А.